это очень вкусно у меня сегодня для вас быстрый и простой рецепт праздничного тортика я вам скажу друзья что иногда лень делает чудеса привет друзья меня зовут людмила и вы смотрите мой кулинарный канал вкусный рецепт если у вас нет духовки не беда сегодняшний рецепт друзья я бы сказала для мужчин сегодня будем печь вкуснющий торт и духовка нам не понадобится все будем готовить на сковородке а если вы еще не подписан на мой канал то обязательно конечно же подписывайтесь и нажимайте на колокольчик потому что и в дальнейшем я буду вас радовать вдохновлять новыми и интересными рецептами сначала приготовим тесто в глубокую диску отправляем 600 грамм сметаны добавляем сахар 200 грамм старайтесь выбирать хорошую сметану хорошей жирности и свежие потому что от этого и будет зависеть вкус десерта теперь я добавляю несколько капель ароматизатора но можете добавить ванильный сахар или ванилин далее нужно просеять муку муки нам понадобится 380 грамм это приблизительно три стакана добавляем разрыхлитель одну чайную ложку и также просеем хорошенечко размешиваем неудобно делать это ложкой начинаем замешивать руками когда станет неудобно замешивать в миске то присыпаем стол мукой и замешиваем уже на столе до тех пор пока тесто не станет гладким и однородным таким тестом я вам скажу друзья работать одно удовольствие оно такое мягенькое нежное и эластичное теперь тесто нужно разделить на 8 одинаковых частей проще это сделать с помощью весов каждого кусочка делаем колобочек и теперь каждый колобочек расправляем пальчиками и раскатываем с помощью скалки прелесть этого рецепта в том что духовка нам не понадобится коржи мы жарить будем на сухой сковородке посмотрите какие тоненькие коржи должны получиться помощью крышки нужного диаметра вырезаем круг у меня диаметр примерно 20 сантиметров можно взять тарелку и вырезать с помощью ее выпекать коржи я буду на сухой сковородке на небольшом огне под закрытой крышкой коржи выпекаются с двух сторон до румяного цвета будьте осторожны друзья потому что выпекаются они очень быстро буквально по одной-две минутки с каждой стороны всего до 10 минут и у вас на столе красивые золотистые коржи такие тоненькие и одинаковые сразу и не скажешь что они приготовлены на сковородке для крема мы берем любимые свои крема но на мой взгляд этому тортик лучше всего подойдет сметанный крем метану 600 грамм добавляем ароматизатор или ванильный сахар добавляем сахарную пудру 5 столовых ложек но здесь смотрите по вкусу если вы очень большой сладкоежка то добавьте еще пару ложечек если крем получился жидковат то добавьте загуститель для сметаны я беру два пакетика и наконец-то пришло время собирать наш тортик выкладываем первый корж и обильно смазываем кремом накрываем вторым и продолжаем так делать пока не закончится коржи и крем не забудьте оставить немножко крема чтобы смазать вверх и бока тортика обрезков я также сделала коржи и у меня получилось 12 штук а для того чтобы тортик был ровненьким и красивым я его помещу в разъемное кольцо вверх накрою пищевой пленкой в контакт и отправлю в холодильник чтобы он пропитался идеально оставить его на ночь для украшения я возьму шоколадное и белое печенье его нужно измельчить с помощью талки в крошку если нет у вас печенье ничего страшного возьмите два-три коржа и украсьте ими торт получается довольно высоким и с хорошей прослойкой крема пропитался очень хорошо а режется как вы только посмотрите на срезе как будто он приготовлен в духовке а не на сковородке ваше домашнее чаепитие в кругу семьи превратится в настоящий праздник таким тортиком смело можно удивлять гостей потому что не скажешь что он приготовлен именно на сковороде получился он очень вкусный такой ароматный и красивый и что я хочу еще сказать этот тортик до тех кто знает вкус тортиков из советского союза потому что он не очень пропитан но это ему ничего не мешает он получился очень вкусный я даже настоятельно рекомендую вам его приготовить смело готовьте и радуйте своих родных и близких таким вкуснющим и простым приготовлением тортиком а я желаю вам приятного аппетита как всегда хорошего настроения до новых встреч скоро увидимся пока пока а а